Дорогие друзья, Абвир Станкевич с вами. Сегодня завтра из Библии, 28 выпуск. И в несколько дней являюсь свидетелем одного очень неприятного спора. К сожалению, я должен за ним наблюдать, потому что я являюсь частью этой программы. И там идет очень неприятный спор, на самом деле. То есть, ну, как бы классически предсказуемый, там понятно, поведение каждого из участников. Скучновато, конечно, за этим наблюдать, потому что знаю, чем все закончится. Но, тем не менее, вынужден все это за этим всем наблюдать. Пообещал, что выйду из дискуссии, но руководитель этой программы, так сказать, призвал дать свое мнение на эту тему. Ну, и я процитировал стихи из седьмой главы Евангелия от Матфея. Прямо с первого стиха. Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какую меру имелиете, такой и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата своего, а бревна в своем глазе не чувствуешь? Или как ты скажешь брату твоему, да, я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно? Но получается, что мы очень часто сталкиваемся с ситуацией, когда нам навязывают принять чью-то точку зрения. И мы знаем заранее, что Писание нам говорит совершенно о другом. И мы знаем заранее, что это неправильная будет точка зрения. Но мы иногда принимаем решение принять чью-то сторону. В данном случае я записал себе такой плюс, что я не принял ничью точку зрения. Я оставляю, так сказать, каждому на суд совести все, что там происходит сегодня. И я думаю, что решение будет справедливым. Вся власть и вся слава в руках Бога. И как он расположит сердца людей, так это все и произойдет. Я не фаталист, далеко не фаталист. Точку зрения свою я высказал в самом начале, я ее придерживаюсь изначально. Она была высказана еще до всех этих грязных ругательств, которые там сегодня... Ну, я не говорю, что там матом ругаются. Ну, по крайней мере, это все очень неприятно. Причем работаем все ради одной цели. И когда начинаются такие вот споры, очень не хочется в этом принимать участие. Но это модель поведения. И такая модель поведения, возможно, присутствует и у вас в жизни, и у меня в жизни, скорее всего. Когда мы начинаем... Начинаем ради оправдания собственной идеи или собственных действий искать какие-то недостатки у других. Вместо того, чтобы посмотреть на себя и улучшить самого себя, улучшить свое какое-то отношение к жизни. Может быть, посмотреть, каким образом мы можем повлиять на то, что мы делаем. Вместо этого люди... Ну, и мы тоже иногда бывает такое, что начинаем выискивать сучки в глазах других, а бревно в своем глазу не замечаем. Так вот, это то, что там сегодня происходит. Еще раз повторяю, для меня это все очень скучно наблюдать, потому что... Ну, я очень много лет занимаюсь перекладной психологией, и мне поведение людей очень понятно. Все мысли одинаковые, у всех поведение одинаковое. Все, что там происходит, это можно было предположить и заранее. Но, тем не менее, знаете, нет пророков в своем Отечестве. Я молчу, 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 молчу. До тех пор, пока мне сегодня, опять же, не попросили высказанную тему, я высказался словами Библии. Надеюсь, что они коснулись... Ну, по крайней мере, я буду за это молиться, чтобы они коснулись тех, кого нужно коснуться, те, кто должен быть обвлечен этими словами, пусть будет обвлечен. Те, кто должен принять решение на основе этих слов, пусть примет единственное верное решение, так как расположит Господь его сердце. Ну, это вот, в общем, все, что я хотел сегодня сказать. Сегодня так коротко. И я приглашаю вас буквально через 20 минут принять участие в нашей еженедельной передаче, которая называется «Беседы о Библии». Присоединяйтесь, принимайте участие, и мы с удовольствием с вами обсудим вопросы, которые у вас возникают. А на сегодня все. Приходите завтра к нам на ежедневную передачу, которая называется «Завтрак с Библией». С вами был Авер Станкевич, и до встречи. Благословенного вам дня. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok